У нас с вами все как в Острове Сокровищ. Помните, я не вижу тебя, но чувствую, как дрожат твои пальцы. Я не вижу тебя, но слышу, как дрожат твои пальцы. Вот то же самое с нашей властью и ответами на обвинения в коррупции, которые мы выдвинули в нашем фильме «Он вам не Димон». Его, между прочим, посмотрели сейчас уже больше 14 миллионов человек. Власти сначала просто молчали, а сейчас они еще и страшно перепугались и пытаются заткнуть рот всем, кто говорит об этом. Видели, конечно, эпический разговор брянских школьников со своей лживой лицемерной директрисой. У него больше миллиона просмотров во Вконтакте. Мы против Единой России. Ну, против, а что? Почему? Но мы его против, а что такое справедливость? То, чего у нас нет? Справедливость? Это только власть заботится о людях, а не только о своих. Какая власть? Которая заботится о людях, обычных гражданах, а не о своих миллионах. А вот только что пришла новость о том, что старшего преподавателя вуза в Красноярске уволили за то, что он показал фильм про Димона студентам. То есть, понимаете, Медведев ворует и берет взятки миллиардами. А единственный пострадавший пока – это преподаватель, сказавший об этом слово. Он 24 года отработал. Он прав, он честный человек. Он говорит правду. И его увольняют за дворцы и виноградники Медведева. По поводу наших митингов 26 марта Кремль вообще впал просто в страшную панику. В 97 городах страны люди объединились в группы, чтобы вместе выйти на улицу и уже там требовать ответов на наши вопросы. Этого никто не ожидал. Если честно, даже я не ожидал. И сначала Кремль считал, что из этой затеи ничего не получится. И они выдавали разрешение на митинги, чтобы потом посмеяться, наблюдая за тремя собравшимися. Но сейчас происходит просто уморительная комедия о том, как они перепугались и обратно отнимают эти разрешения. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. В Нижнем Новгороде выдали его, а теперь отзывают, говоря, что это компьютер ошибся. В Тольятти власти заявили, что митинга не будет, потому что на этом месте 26 числа. Случится в будущем непредвиденная авария. Ну то есть просто с одной стороны ужасно смешно, с другой стороны видно, какие омерзительные жулики захватили власть в нашей стране. И до какой степени они боятся собственный народ, просто задающий вопросы о коррупции. Ведь никто же пока не призвал выходить на улицу и сжечь здание администрации или линчевать коррупционеров. Мы просто хотим получить ответы на вполне корректно поставленные вопросы. Можно сейчас сказать, что, допустим, у Навального копыта есть и хвост. И по этому поводу очень много все это перепостить и обсуждать, какого цвета хвост. А вот правда, что он его на узел завязывает, чтобы просто он не вылезал откуда-то. И именно потому, что они так боятся, нам всем особенно важно участвовать в митингах 26 марта. Я в этом ролике попробую ответить на вопросы, которые мне часто задают. Как я буду митинговать, что делать на митинге, и как к нему готовиться. Итак, лично я 26 марта в 14 часов выхожу на Тверскую улицу Москвы. Вот с нашими общими вопросами. Вы, наверное, слышали, что мэрия Москвы заявила, что нет, она не разрешает мне выходить на Тверскую улицу. Но меня их запреты не интересуют по двум причинам. Первое. Даже Конституционный суд Российской Федерации установил и прямо указал в постановлении, что если мы дали заявку и нам просто так отказали, не предложив альтернативного места, то мы имеем право идти на митинг, и это законный митинг. Считается, что согласование автоматически получено. Кроме того, ну вы знаете, что у меня было много споров с российской властью, с московской властью относительно того, что имею я право митинговать где-то или не имею. И все эти споры до единого я выиграл в Европейском суде по правам человека. И по каждому такому спору я отсудил довольно крупную компенсацию в общей сложности несколько миллионов рублей. И если кто-то снова нарушит мои права, я знаю одно. Я гарантированно снова выиграю у них суд и снова еще и денег получу за это. Очень нехороший человек. Я впервые вижу такого человека. Ему только нужны деньги, деньги, деньги. И могу вам всем пообещать, что для каждого, вот для каждого, кого по всей России задержат и незаконно привлекут к ответственности по суду за наши митинги 26 марта, я сделаю жалобу в Европейский суд. Даже если таких людей будут сотни. Даже если тысячи. И обещаю, что мы выиграем по каждой жалобе и все получат компенсации. Второе. А как мне вообще можно запретить проводить мирный митинг в Москве? Ну вот центр города. Здесь что, нет вообще ни одной площади, на которой могли бы собраться люди, задающие вопросы о коррупции? В конце концов, я баллотировался в мэра Москвы. И даже на нечестных, фальсифицированных выборах я получил 30%. Поэтому я точно знаю, что представляю интересы миллионов москвичей. Я шел на выборы и обещал, что не подведу их. Что буду выступать против коррупции, даже если власть начнет мне мешать. Может быть в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики. Но я их точно буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей. И меня это совершенно точно не остановит. Но вот я и выполняю свое предвыборное обещание. Что я сделаю конкретно? Вот Тверская улица. Она длиной 2,5 километра. На Тверской улице есть метро. Белорусская, Майковская, Пушкинская, Охотный ряд. И если нам не дают провести наши официальные шествия и митинг, то точно мне нельзя помешать пройтись по Тверской. И я призываю всех москвичей 26 числа с 14 часов просто пройти ногами любой участок Тверской улицы. Давайте хотя бы вот в таком простейшем и очень мирном формате покажем, что не только Навального и ФБК интересуют ответы от Путина и Медведева. Вы можете выйти на Белорусской и дойти до Охотного ряда. Можете выйти на Маяковской и дойти до Пушкинской. Можете выйти на Пушкинской и снова дойти до Пушкинской, двигаясь против часовой стрелки. То есть пройти любой участок Тверской или хоть всю улицу 10 раз по кругу против часовой стрелки. Если эти жулики что-то там перекроют, ну или вообще заблокируют движение, то просто действуем по обстановке, но опять же очень мирно. В любом случае, главное здесь прийти и своим приходом сообщить власти, что нет, ребята. Если вы думаете, что мы не заметили ваше молчание по поводу всех этих дворцов и виноградников, то это не так. Дальше. Что касается митингов в регионах. Главное помнить вообще зачем они. У власти мы требуем ответов, а всему остальному городу мы рассказываем о том, что происходит. И поэтому сама подготовка к митингу не менее важна. В каждом местном чате, в каждом форуме расскажите про этот бред, который происходит. Что подавали заявку на мирный митинг против коррупции, власть струсила и теперь пытается запретить его, а люди все равно пойдут, потому что знают, что за ними правда. Воспользуйтесь вот этим всем как поводом для того, чтобы еще раз рассказать о расследовании о тайных дворцах Медведева. Листовочку в подъезде повесьте. Можете сделать свою или воспользоваться тем шаблоном, ссылка на который есть в описании этого видео. Распечатали дома на принтере, повесили, но вот еще плюс три человека знают. Есть еще одна затея, которая лично мне кажется довольно занятной и перспективной. Ее подал известный блогер Дмитрий Чернышев. Наше же расследование начиналось с кроссовок. И эти цветные медведевские кроссовочки стали одним из символов его коррупционной схемы. А вы все много раз видели хотя бы в фильмах традицию, развитую во многих странах мира, забрасывать связанные кроссовки на провода. Когда-то давно это было символами молодежных банд, но сейчас это уже целое направление уличного искусства. И даже название есть специальное – шуфити, от слов шуз и граффити. Давайте тоже займемся стрит-артом. Забрасывайте старые кроссовки на провода, постите эти фотографии в соцсетях, объясняйте людям, что это значит, особенно старшему поколению. Уверяю вас, если это примет хоть немного массовый характер, эти напоминания о коррупции будут отлично работать. Идет бабушка по улице и говорит другой бабушке. Петровна, а что это такое, ботинки на проводах висят по всему городу? А Петровна отвечает, это народ напоминания развешивает о том, что Медведев взятками-то набрал 70 миллиардов, а народу отвечать ничего не хочет, и расследования нет. Мне мой внук фильм на компьютере об этом показал, и тебе он, Степановна, покажет. Вот именно так это и будет работать. В конце концов, в телевидение, содержащиеся на наши деньги, они нас не пускают, радио, содержащиеся на наши деньги, о расследовании молчит, крупнейшие газеты, оплачиваемые из нашего кармана, тоже делают вид, как будто ничего не происходит. Давайте тогда использовать провода, тем более, что они содержатся за счет нашего тарифа ЖКХ. Сразу отвечаю на вопрос. Это абсолютно законно. Просто соблюдайте меры предосторожности, чтобы никто не пострадал и не было никакой порчи имущества. Что делать на самом митинге? Я думаю, что большинство из тех, кто записался в группы в 97 городах, вообще ни разу в жизни не были на каком митинге и не представляют, что там делать. Я вам честно скажу, что часто человек, пришедший на митинг, чувствует себя довольно странно, потому что не понимает, что делать. И это нормальное чувство. Я сам ощущал то же самое. Это сейчас я или выступаю, или делаю что-то полезное. Ну а раньше я просто стоял или ходил. Но это и есть самое главное. В этом вся суть. Приносите российские флаги, ведь это мы патриоты, а не ребята с итальянскими виноградниками. Рисуйте плакаты. Это отличная штука даже для распространения информации о митинге. Фотографии с плакатами отлично расходятся в интернете. И вот наш отдел расследования просил сообщить вам, что он объявляет специальный приз. Автору лучшего плаката с митинга 26 марта они подарят точно такие же кроссовки, как у Дмитрия Анатольевича Медведева. Много спрашивают о том, как выступать на митингах. Ну тут, если непонятно, что делать, как организовывать, есть простой формат. Самый простой. Свободный микрофон. К слову, предоставляется всем желающим по очереди, вот одному за другим, но на 30 секунд и не больше. Откуда выступать? Да хоть с лавочки или с любого пригорка. Я, например, только что был в Барнауле. Там пришедшие на встречу не уместились в зал. Ну ничего, мы вышли на улицу. Я выступал стоя на огромном сугробе. Вполне себе подходящая трибуна. Главное, чтобы было бы что сказать. Откуда сказать вы всегда найдете? Можно ли идти на неразрешенный митинг? И вот тут важно. У нас нет неразрешенных митингов. Все до единого разрешены. По закону, по решению Конституционного суда мы имеем право проводить свои акции. И нельзя нам от этого права отказываться. Ведь все коррупционеры России сейчас хотят, они мечтают только об одном, чтобы вы остались дома. Поэтому общее правило. Мы проводим акцию там, где либо есть согласование, либо там, куда направляли первоначальную заявку, если ее согласовывать отказались. Поэтому найдите по ссылке внизу группу в своем городе и участвуйте вместе со всеми. Главное, не бойтесь. Приходите и помните, что вы, те, кто примет участие в митингах 26-го, и есть главные люди в стране, которые могут победить коррупцию. И никто, кроме вас, этого не сделает. А вы сможете. И именно поэтому они нас так боятся. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Продолжение следует...